МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Верите? Фикция все это, сказки. В интернете появилась информация, что барнаульцы стали зарабатывать больше. Человек-стекло. Столкнулась с мальчиком рукой и сломала ее. Мне было даже в школе опасно находиться. Барнаульские врачи дали юной пациентке возможность сменить размеренную жизнь на активную. Смогут монетизировать свой талант. Если человек не слышит, он чем-то еще отличается. То есть руки развитые, глаза. В рамках проекта «Палитра тишины» открылась выставка неслышащих художников. Начнем с любопытной информации. В столице края одна из самых низких зарплат в стране. Зато, оказывается, она растет, и причем быстрыми темпами. Барнаул одновременно попал в два зарплатных рейтинга. По результатам одного исследования жители Барнаула получают в среднем 29 тысяч рублей в месяц. И мы почти на последнем месте рейтинга. Но второе оставляет городу шанс. Согласно этому исследованию, зарплаты барнаульцев в сравнении с предыдущим годом выросли более чем на 11%. Действительно ли горожане стали больше зарабатывать? Мы решили узнать у них самих. Ну, смешно. Очень даже смешно. Я не знаю, у кого-то выросли, может быть, зарплата. Но у меня нет. Я скептически отношусь к этой информации. Потому что я знаю, что если, допустим, зарплата низкая, средняя, и добавили каких-то там 300-400 рублей, проценты выражения по средней зарплате, это получается высокий процент. Считают же проценты. В номинальном выражении, я думаю, это не так ощутимо. Вы как на это смотрите? Никак, не знаю. Но это близко к истине? Нет. Вообще не близко? Нет. Комментарии я не смог бы никакие дать. Но вот субъективное мнение, что не может такого быть. В каких это сферах интересных? Я предприниматель. Понимаете? И мы подняли зарплаты. Но налоги просто такие, что фикция все это. Сказки. Но это точно не фикция. Сказки в сторону. С сегодняшнего дня проезд по старому коммунальному мосту через Обь запрещен. Там начались ремонтные работы. Проезд будет ограничен почти на месяц. До 31 июля должны отремонтировать металлические части моста. Их обработают абразивами и покрасят. Напомню, что мост долгое время был в аварийном состоянии. В 2017 году прокуратура установила, что плиты и швы конструкции деформированы. Это могло стать причиной аварии. А завтра перекроют еще и участок дороги на проспекте Ленина. В районе Нового рынка начнут перекладывать участок теплосети. До 18 июля движение закроют по всей ширине проезжей части улицы Пионеров. В районе здания по адресу Ленина, 102 Б. А тем временем в краевой столице обсуждают, как Барнаул вообще будет выглядеть в ближайшем будущем. Главный градостроительный документ Барнаула обсудят сегодня. Депутаты Городской думы и Кривого законодательного собрания предлагают поговорить о проекте нового генерального плана города. В обсуждении примут участие политики, архитекторы, экологи. Напомним, разработка и утверждение документа, согласно которому будет идти дальнейшее развитие городской застройки и дорожной инфраструктуры, велась несколько лет. Новый генплан часто подвергали критике как специалисты, так и простые горожане. На этот раз городские чиновники отказались от публичных слушаний. Свои отзывы и предложения горожане могут высказывать на сайте Городского комитета по архитектуре. Но, как уже отметили специалисты, генплан слишком сложный документ, чтобы простые горожане смогли его понять. Сегодняшнее обсуждение по замыслу организаторов должно прояснить многие специфические моменты генплана, сделав его более доступным. Кстати, если у вас есть замечания, то внести их можно до 15 июля. Они тоже, по сути, внесли изменения, а если точнее, заменили ребенку часть кости, которой съела киста. Это ябр на ульских врачах, которые провели уникальную операцию. Заболевание редкое само по себе. А в этом случае редким стал и способ лечения. Через небольшой прокол медики заменили 11 сантиметров костной ткани. Для импланта это огромный размер. Анастасия Дороган продолжит. В Голливуде бы ее назвали «человек-стекло». Ева Нестерва 12 лет, год из которых подвижная девчонка старалась жить не дыша. Я ломала руку три раза. Даже в школе, я когда выходила из кабинета, я просто столкнулась с мальчиком рукой и сломала ее. То есть мне было даже в школе опасно находиться. Год назад Ева неудачно упала с велосипеда. В результате образовалась киста плеча. Это полость. Все, что осталось от половины кости, оболочка толщиной в миллиметр. Здесь кость более плотная, видно. Здесь деструкция, она менее плотная. Скорее, похожую на пергамент. Кость сначала лечили традиционно, но эффекта не было, так как болезнь просто съедала ткань. Тогда врачи пошли на рискованную операцию по протезированию. Очень опасно тем, что там находится масса сосудов и нервов. Вы понимаете, да? И мы, конечно, учитывая то, что это девочка, мы сделали из небольшого доступа, наверное, сантиметров 7. Операция была такая малоинвазивная. Заменили почти 16 сантиметров кости. Выглядит это скорее трубкой, вставленной в сустав и кость. Но уже через несколько месяцев трубка обрастет костными клетками и не будет выделяться на рентгене. Последний раз подобную операцию проводили 3 года назад. А всего за долгую практику Арсена Осипова подобных вмешательств было не больше 50. Поэтому он обращает внимание на полную сохранность руки. Все функции нервов абсолютно не так. Это лучевой нерв, это рукевой нерв. Еще пальчики, видите, еще отечные. Спустя 3 дня после операции девочку уже выписывают. На восстановление дают год. Так что через год Ева уже видит себя в бассейне и на танцполе. Анастасия Дорога, Николай Щелко. День с толком. Яркие натюрморты, атмосферные пейзажи и Катины Коты. В Барнауле открылась выставка неслышащих художников. Заниматься живописью они начали только в апреле. Как слабослышащим и глухим людям помогают стать художниками. Расскажет Дарья Эдемиллер. Вот Катины Коты кисти Алены Захаровой. Это первая картина, которую нарисовала учитель искусств из Барнаульской школы для глухих и слабослышащих детей на занятиях проекта «Палитра тишины». В акцию «Лавки добра» Алену пригласили именно благодаря ее таланту. Как будто разбудили чувство к масляным краскам. Соскучилось. Очень уже 20 лет прошло со времени, когда не писала масляными красками. Я люблю, например, писать картины, чтобы не объемные были. А Евгения Октябрь показала, как писать картины именно объемные. Это мне очень понравилось и во мне разбудили чувства. Стартовал проект в октябре. Четыре участницы занимались с известной барнаульской художницей Евгением Октябрь. Всего за это время написали около 20 картин. Евгения научила участниц основам рисунка и живописи. Они молодцы, они упорные, упертые по жизни. То есть смелые. У них очень хорошо развиты руки. То есть если человек не слышит, он чем-то еще отличается. То есть руки развиты. Глаза хорошо так смотрят, цепко, быстро, четко. Самое интересное, меня поразило, это люди. Они делают настолько все быстро. Они настолько, то есть если художник пишет картину, ну вот мы с Евгением, да, на мастер-классах, если, допустим, два, три часа, они за час управляются быстро. То есть настолько быстро. У них, видимо, моторика, они не слышат, не отвлекаются. Выставка работает в центре «Мой бизнес». Там у картин больше шансов на продажу. В коридорах ходит много предпринимателей. Проект именно для этого и задумывался. Это возможность для людей с нарушением слуха монетизировать свой талант. Произведения, которые они творят, они имеют коммерческую составляющую в том плане, что можно будет их впоследствии тиражировать и продавать. То есть картина продается один раз, ну либо дарится. А тиражная продукция, кружки, майки, футболки вполне могут продаваться несколько раз в качестве сувениров и включающей. Всего обучения по проекту «Палитра тишины» пройдет 10 человек. В августе наберут новую группу. А Алена Захарова продолжит работу в проекте. Правда, в новом качестве. Будет учить детей рисовать картины на продажу. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком. Еще немного полезной информации. Парк развлечения «Орликина» снова разыгрывает два сертификата на 1000 рублей. Покататься на любых аттракционах можете и вы. Вступайте в группу «Толка» ВКонтакте, сделайте репост записи о розыгрыше себе на страницу и закрепите на стене до окончания розыгрыша. Или подписывайтесь на наш инстаграм и отмечайте двух друзей в комментариях. Новый розыгрыш стартует 4 июля и продлится ровно неделю. Кстати, совсем скоро в «Орликина» можно будет не только прокатиться на аттракционах, но и покупаться в открытом бассейне площадью 1200 квадратных метров. Открытие состоится в ближайшее время. Следите за новостями и участвуйте в розыгрыше. Через пару секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости и итоги дня. Подведем вместе в вечернем выпуске.